У нас, кажется, появился в эфире сегодня Александр Егоров, валютный стратег группы компаний Телетрейд. Он находится с нами на прямой связи. Александр, приветствуем вас. Добрый день, господа. Здравствуйте. Александр, вы можете дать универсальное объяснение тому, что когда доллар у нас растет и когда падает на все случаи жизни? — Знаете что, давайте немножко нетрадиционно. Я немножко прокомментирую тот ответ, который дал ваш собеседник в студии. — Давайте. А, кстати, собеседника займут Андрея Черных. — Интересный ответ, но он... — Александр Егоров. Будем знакомы. — Хорошо, я просто не вижу. Так вот, как-то Андрей дал хороший интересный ответ, но он прозвучал так же интересно, как и по-дилетански. — Нету курса рубля и нету курса доллара, отдельно оторванных друг от друга. Все валютные пары котируются по отношению... — Одна валюта по отношению к другой. Поэтому, отвечая на вопрос, как бы универсальный такой ответ, что будет с курсом доллара или с курсом рубля, это, в общем-то, одно и то же. — Поэтому я могу сказать, многое зависит от нефти, многое зависит от геополитики, многое зависит от внутренней политики Центрального банка и Минфина. В общем, все вот эти факторы формируют тот курс, который он, в общем-то, есть и он необходим для международной торговли. Поэтому вот ответ вашего собеседника, он меня несколько удивил и даже рассмешил. Поэтому я не знаю, ответил ли я на вопрос телезрителя в ходе этой комментарии. — Вот я не знаю, но, как бы, ответ Андрея я хорошо понял. А вот из вашего ответа я немножко не понял, покупать или продавать. И когда? — Да сейчас ничего не надо делать. Надо подождать. Очень серьезные события будут происходить на следующей неделе. Если вы обратили внимание, уже, наверное, неделю-полторы валютные курсы торгуются в диапазонах чуть более широких или чуть более узких. А по доллару так вообще происходит сужающаяся такая динамика. Это говорит о том, что в ближайшее время будет очень сильное движение. Но в какую сторону? Все зависит от совокупности факторов, как я уже сказал. Если Трамп все-таки захочет встретиться с Путиным, если Трамп удачно встретится с Ким Чен Ином, если при этом европейские коллеги поймут, что с Россией надо дружить и начнут снимать санкции, то у рубля есть очень хорошие шансы вырасти. Если все пойдет не так, как я сказал, то тогда и перспективы у рубля будут не очень благоприятными. Кто сможет отгадать, как эта совокупность факторов сложится в будущем? Тот, кто сможет, тот вам точно ответит на этот вопрос. Спасибо огромное, Александр. Это был Александр Егоров, валютный стратег групп компании Телетрейд.